Всем привет! 20 и 21 апреля команда Кейсстрой провела на выставке Экспофорум. Выставка называется «Строем дом». И сегодня мы хотим показать вам, как это было. Что же за выставка такая «Строем дом» в Экспофоруме? На самом деле, это большая строительная выставка, где собирается множество строительных компаний. Кто-то строит дома, кто-то занимается отоплением в этих домах, кто-то занимается септиками и так далее. В общем, на этой выставке вы могли найти все необходимое для загородного строительства. Кстати, такая выставка проходит каждый год, так что, если в этом году не успели, обязательно побывайте в следующем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания Кейсстрой, и мы в очередной раз принимаем участие на строительной выставке «Строем дом» в Экспофоруме. Короче, что, мы сюда пришли на других посмотреть и себя, как говорится, рассказать о наших домах, показать наши новые проекты и проконсультировать дорогих наших заказчиков, в принципе, всех желающих по вопросам строительства дома из газобетона. Ну и также хотим быть в курсе современных технологий, современных новинок, представленных на выставке и вообще понимать, куда движется рынок загородного домостроения. Расскажите, пожалуйста, вы только что пообщались с нашим специалистом, да? Вы пришли сюда построить дом, хотите? Правильно? Планирую. Да, и какие у вас пожелания, если не секрет? Пожелания? Пожелания построить дом. Ну, может, какой-то метраж, определенный архитектурный стиль? От 100 до 120 метров, одноэтажный дом. И были какие-то проекты, которые вам показал наш менеджер, они вам понравились? Да, 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 посмотрел. А планируете с нами встретиться, если не секрет еще? Планирую, я бывал на ваших объектах, и поэтому мне понравилось качество строительства. Планирую. А вы следите за нашими соцсетями? За соцсетями, по-моему, в Ютубе я подписан на ваш канал, так, чтобы сильно следить, не могу сказать, но... Рекомендуете другим смотреть наш канал? Да, да, конечно. Хорошо, спасибо огромное. Значит, выставка хорошая, по делу, если выставка, а таких давно не было, потому что народу много. Вот, предыдущие нескольких выставок были, я бы так сказал, провальные. А это ничего такая. Вот посмотрим, что из этого получится. Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня первый день на выставке, правильно? Вчера вы здесь не были? Да. А расскажите, с какой целью приехали на выставку? Познакомиться с технологиями строительства. Вы планируете загородный дом сейчас? Да. А подскажите, пожалуйста, вы только что общались с нашими специалистами, общались с сотрудником отдела продаж и с нашим, собственно, руководителем проектного отдела. Как вам вообще впечатления от произошедшего? Были какие-то полезные советы? Конечно, да. Приятные впечатления. У вас очень грамотные специалисты. Спасибо. А получилось как-то вот, ну, в какую-то сторону сориентироваться в выборе или еще какие-то выводы получить? Знакомиться подробнее с вашими планировками. Хорошо сориентировали по материалам, по срокам, по стоимости, как бы, по предпочтительному периоду начала работы. Поэтому информации достаточно, да. Будем изучать дальше. Спасибо. Сергей, еще один вопрос к вам. Вот уже идет второй день выставки, да? Как у вас впечатления вообще? Что в этом году уникального для себя здесь подметили? Ну, во-первых, радует то, что рынок живой. Очень много посетителей, очень много наших коллег. Для себя подметил вот новинки, которые мы применим, ну, испытаем на кошечках, на себе, на наших домах, которые мы строим. И посмотрим, как дальше, возможно, будем применять эти разные нововведения. Об этом чуть позже вам расскажем. Вот, собственно, движух уйдет. Вот у нас на стенде, кстати, представлены представители Зонта. Это умный дом. Буквально недавно начали внедрять в наши проекты данную технологию. Это вот как раз-таки Дмитрий на заднем плане представляет наше приложение Aetrom, когда можно примерить один из наших проектов у себя на участке. То есть мы пришли такими заряженными, подготовленными рассказать вообще о всем, о том, что мы предлагаем рынку в этом году. Собственно, наши специалисты, да, Дмитрий и Андрей, которые у нас сегодня, так скажем, презентуют инженерные системы, да, и в том числе вот как раз-таки зонд, да, умный дом на системе зонд. Расскажите, пожалуйста, вот насколько заинтересованы люди, знакомы ли они с этой системой, что спрашивают? Ну вот я здесь второй день уже нахожусь и наблюдаю такую картину, что люди не совсем знают рынок. Не только про зонд, да, а они не совсем знают рынок, что есть такие умные устройства, которые управляют домом. И многие подходят, спрашивают, собирают буклеты, но им все равно не до конца понятно, что это. И в принципе эта тема, так скажем, простому обывателю, она не до конца раскрыта. Как думаете, как надо поднимать эту информированность? Какие-нибудь, может быть, роллапы разработать, может быть, какие-то графические другие приспособления, ну, рекламного характера. Но самое главное, это не усложнять эти материалы какими-то техническими. Вот здесь у нас, допустим, стенд, он достаточно сложный получился. И видно, вот выставка показывает, что он сложный, но нужно что-то другое, нужно как-то тезисно и с самого начала. Что получает клиент от этой системы? Он получает комфорт, экономию топлива и удобство управления. Здесь это никак не отражено. Вот это надо добавить. Это мы берем как урок на будущее. Здравствуйте. Как вам выставка? Нравится? Да, красава. На сколько из десяти? На 10 из десяти. А можете оценить наш стенд? Как вам? Сколько из десяти ставите? 10 из десяти, да? 10 из десяти оценками. Построили бы с нами дом, берлогу? Я думаю, да. С плоской или со скатной крышей? Я подумаю. Еще раз? Я подумаю и... Подумайте, решите. Вы смотрите, наш инженер-проектировщик может прямо сейчас с вами поговорить. Я даю. Хорошо. А сейчас мы пообщаемся с Алексеем, с руководителем отдела маркетинга. Собственно, это человек, который отвечал за организацию выставки и за наш стенд на этой выставке. Алексей, расскажите, пожалуйста, чем мы сегодня удивляем людей, привлекаем, чем мы им помогаем сегодня? Ну, помогаем тем, что постоянно консультируем, даем ответы, самое главное. Если вы подсняли наш стенд, то можете увидеть, что у нас есть все для нахождения ответов о загородном строительстве. То есть наша основная история – это быть максимально клиентоориентированным, максимально помочь клиенту с таким сложным этапом жизни, как строительство дома. Я считаю, что у нас хорошо получается эта история, потому что у нас всегда куча людей, всегда люди уходят счастливые от нас, оставляют свои контакты и хотят сотрудничать. Расскажите, пожалуйста, как вам день? Слушайте, ну, вообще отлично, кстати, целевую аудиторию у вас здесь прилично, люди прям хотят строиться, хотят расти, развиваться, жить красиво. И очень много кто интересуется прямо, я вот когда показывал, я говорю, представьте, вы можете дом поставить вот так в себя, а не прям, это как это так. То есть впечатление производят? Да, да, да. И прямо много кто просит, дайте скачать, дайте посмотреть, особенно, когда говорю бесплатно. Скажите, пожалуйста, а какие-то еще интересные моменты, может, отметили? Интересные моменты, на самом деле, интересные моменты, да классно вы работаете, вот это интересный момент. Интересный момент, то, что вы единственные, у кого есть каталог домов в дополненной реальности. Сергей, смотрите, вы сами общаетесь с клиентами, уже второй день. И вот подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то тренд среди их вопросов, да, прослеживается ли он? Тренд на небольшие дома, но с продуманными планировками. Вот, потому что вот эти замки там со спальнями по 30 квадратных метров, они уже никому не нужны. А, соответственно, всем важна эргономика в доме. Ну и, конечно же, энергоэффективность и экономия при строительстве. Дорогие друзья, на этом наша экскурсия по выставке «Строим дом» в экспо-форме подошла к концу. Обязательно проходите посмотреть в следующем году, познакомьтесь с технологиями строительства и, конечно, с нашей дорогой командой. И если вы давно мечтаете построить дом, то стройте его с Кейсстрой. Продолжение следует...